Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели. Неделю назад мы уже говорили о том, что 2016 год стартовал серьезных экономических трудностей на глобальных мировых капиталистических рынках и как это отразилось на экономике периферийного капитализма в Российской Федерации. И надо сказать, что прошедшая неделя наши прогнозы полностью подтверждает. Нефть, ее нефтяные котировки падают вниз. Более того, нефть марки Brent пробила психологически важный уровень отметки 30 долларов США за один баррель. Сейчас уже 29, бывало и меньше. То есть докатилась до самого низкого уровня, начиная с 2004 года. 12 лет цена на нефть так низко не опускалась. Следует заметить, что российская нефть, которую наша буржуазная власть продает за рубеж, чтобы спасти федеральные доходы, доходы федерального бюджета и прибыли сырьевых магнатов, разумеется, она котируется еще ниже, чем марка Brent. Как правило, марка Уралс она существенно ниже. Так что падение до 29 долларов за баррель марки Brent означает еще большее падение стоимости нефти марки Уралс и еще больший удар по доходной части российского бюджета. Почему все это происходит, понятно. Соединенные Штаты за прошедшие годы накопили достаточно большие резервы нефтяных запасов внутри страны в нефтехранилищах. Несмотря на падение добычи сланцевой нефти и сокращение количества буровых скважин, которые добывают эту сланцевую нефть методом горизонтального бурения, сами по себе фирмы эти пока не разорились по той простой причине, что предусмотрительные американцы хеджируют нефтяные контракты с отложенным сроком. И соответственно падение 2015 года отразилось на них не так сильно, поскольку закрытие этих фьючерсов, этих контрактов по продаже сланцевой нефти приходится на предстоящие месяцы года 2016. Плюс ко всему сокращается потребление нефти в ходе структурных реформ, которые сейчас стартуют в экономике Китая. Общий спад китайской промышленности налицо, но это не такой спад, как в России, где 3,7 процента ВВП в минус, а просто замедление темпов экономического развития. Для Китая это существенно, потому что 30 лет подряд, начиная с экономической реформы Хуяубана 1985 года, с реформы в городах, темп роста валового внутреннего продукта КНР в год составлял 10 процентов, а сейчас на ближайшие 4 года, по данным аналитиков госсовета, прогнозируется всего лишь 6,5 процентов в год. Но это рост, это не падение, это просто снижение темпов. Плюс ко всему анонсированная буквально в текущий период, накануне нового года, председателем КНР и Центрального военного совета КНР Цзиньпинем военная реформа предполагает создание новых рабочих мест в оборонной промышленности Китая, привлечение дополнительных специалистов для обслуживания вооруженных сил. Это соответственно поднимет и рынок труда в Китае и возможность расширения покупательского спроса, так что соответственно, в отличие от России, там все не так сложно. Точно так же, как в стремительно реиндустриализируемых Соединенных Штатах, несмотря на проблемы с добычей сланцевой нефти, в отличие от России, тоже будет не так сложно. А вот Россия, по милости своих правителей, будет расплачиваться за экономический кризис по полной. И мы видим эту статистику. Индекс промышленного производства в Петербурге упал за год на 7,9%. Это еще не окончательные цифры, скорее всего, по итогам года падение будет, может быть, еще больше. Жилых домов за истекший год введено почти на 9% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. На 11 с лишним процентов упали обороты розничной торговли в Петербурге. И в этой ситуации мы видим, что закрываются предприятия, увеличивается безработица. Если по России прогноз на ближайшие полгода 500 тысяч сокращаемых наемных работников, то 10% от этого числа выпадают на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Прогнозируется 50 тысяч увольнений. А это, опять-таки, удар по потребительскому спросу, по уровню жизни населения. На фоне падения производства, ввода жилых домов, оборотов строительства и торговли растет инфляция. Показатель 12,9% за год. Это только по официальной статистике. На самом деле она больше. То есть надо понимать так, что цены на товары и услуги растут, тарифы растут. И что показательно, в условиях российского периферийного капитализма, никакой рыночной логики, которая, казалось бы, должна присутствовать в этом нет. За истекший год на 4,8% увеличились цены на бензин. При всем при том, что цена на нефть падает. И падала весь этот год. Где тут логика? А логика проста. Фискальные действия правительства Медведева. Которая для того, чтобы содержать чиновников, полицаев, для того, чтобы помогать коммерческим банкам, госкорпорациям, для того, чтобы Чубайс, надувая щеки, мог на приеме говорить, как много у нас денег в Роснанно. Так вот для этого она увеличивает акцизы, в том числе и на бензин. И таким образом каждый автолюбитель, каждый потребитель, поскольку рост цен на бензин означает автоматический рост цен на товары массового спроса, в том числе и на продукты питания, помогает гражданину Чубайсу еще больше надувать свои щеки и еще больше рассказывать, как много денег в карманах у руководимой им корпорации Роснанно и у него лично. И не только Чубайс, разумеется. Весь этот либеральный клан отличается в эту самую сторону. В этой ситуации мы видим, что неолиберальный курс ведет страну к катастрофе. При этом все заявления правительственных чиновников, Медведева, Шувалова, Дворковича, Силуанова, либералок из Центробанка, Набиулина и Юдаева, о том, что мы будем бороться с инфляцией, показали свою несостоятельность. 12,9% инфляции в год – это наивысший уровень, начиная с 2008 года в Российской Федерации. То есть экономическая катастрофа не стоит на пороге. Она уже фактически наступила. И вместо того, чтобы пытаться спасти рабочие места, развивать производство, создавать предпосылки для того, чтобы инвестиции в науку, здравоохранение, образование ввели к дальнейшему экономическому росту страны, как делают даже в нормальных капиталистических государствах, государствах капиталистической сердцевины, а не в периферии, как в России. Так вот, вместо этого правительство Медведева сжимает налоговую удавку на шее трудящихся, вводя новые налоги, например, налог на недвижимость не с оценочной, инвентаризационной стоимости, пивовской, а с кадастровой, то есть фактически почти рыночной, и заявляет о том, что оно на 10% будет сокращать расходную часть бюджета. Надеюсь, выгодит таким образом 700 миллиардов рублей. Ну что такое 700 миллиардов на фоне вывоза капитала за рубеж, проводимого коммерческими банками, крупнейшими концернами, которые, по идее, правительство Медведева обязано контролировать вывозу капитала препятствовать, но оно это не делает. Да и как оно будет делать, если сам национальный лидер, изображая из себя патриота во внешней политике, дает зеленый свет продолжению политики Ельцина, политики разграбления нашей страны, и не случайно, что Путин и Медведев в трогательном единстве в конце прошлого года открывали в Екатеринбурге Ельцинский центр. Фактическое продолжение политики Ельцина, углубление кризиса неолиберальной модели российского периферийного капитализма налицо. Отсюда мы видим и начало первых акций протеста. В этом плане год 2016 стартовал хорошо. В Краснодарском крае пенсионеры начали перекрывать улицы в Сочи, в самом Краснодаре. В чем причина? Она проста. Администрация Краснодарского края отменила льготы по оплате проезда для пенсионеров и одновременно с этим повысила тарифы на городской социальный транспорт. Повторяется история 2004 года. Пока в локальном, краевом масштабе, но, судя по всему, эти волнения, которые стартовали в Краснодарском крае, перекинутся на всю Россию, поскольку и в остальных регионах ситуация крайне неблагополучна, и региональные власти пытаются решать ее за счет трудящихся, за счет льготников, за счет пенсионеров. Недалек социальный взрыв Свердловской области, где в ближайшие месяцы, буквально ближайшие два месяца, планируется увольнение порядка двух тысяч работников. Продолжаются проблемы на горно-обогатительных предприятиях Урала. Нарастает недовольство увольняемых сотрудников автопрома, это уже Петербург, Калининградская область, сотрудников коммерческих фирм, которых банкротят ради того, чтобы создать государственный монстр. Их специально исключают из реестра под надуманными предлогами для того, чтобы фирмы ушли с рынка, освободив место некоему аналогу очередной госкорпорации, с которой будут кормиться люди, близкие Путину или Медведеву. И так далее, и тому подобное. Обвал рубля, а рубль в этот раз достиг очередной исторический минимум. И 80 рублей за доллар США уже не просто отдаленная перспектива, а, возможно, события самого ближайшего времени, ближайших дней. И пределы падения рубля не зафиксировать, поскольку до тех пор, пока падает нефть, рубль будет падать автоматически, ибо страна ничего высокотехнологичного не производит, а завез за счет импорта нефти, газа, леса, вывоза зерна. Так вот, падение рубля, с которым правительство Медведева справляется крайне плохо, крайне слабо, не справляется фактически никак, снижает не только покупательные способности граждан, но и порождает определенные социальные проблемы, особенно в крупных городах. Вместо того, чтобы поддержать рубль отказом от размещения золота валютных резервов Соединенных Штатов, правительство Медведева ужесточает фискальную дисциплину. С апреля этого года вводится ежемесячная бухгалтерская отчетность по работникам в пенсионный фонд. Раньше она была ежеквартальная, а до этого вообще ежегодная или полугодовая. Чем это вызвано? Да очень просто. Ежемесячно в онлайн-режиме отслеживать работающих пенсионеров, чтобы не индексировать им пенсии. Медведев, как всегда, вместе со своими Шуваловыми, Дворковичами и Силуанами, нашел элегантное решение бюджетных проблем. Сэкономить на наемных работниках. Еще больше прижать руководителей фирм, бухгалтеров, заставив их писать ежемесячно эти никому абсолютно ненужные отчеты, и при этом сократив персонал работников пенсионного фонда на 10%. То же самое сокращение грозит и налоговикам, так что я думаю, что бардак в сфере налогообложения, в сфере учета контроля и доходов, волонтаризм и произвол будут разрастать прямо пропорциональной некомпетентности правительства Медведева. Все эти меры будут усиливать недовольство трудящихся по всей России, особенно в крупных городах, экономическая политика, неолибералов во власти, их неспособность удержать курс рубля, падение нефтяных цен, падение российской национальной валюты, создает серьезные психологические предпосылки в обществе, для того, чтобы приблизить неизбежный поворот России на путь социализма, который в нынешней ситуации может быть осуществлен только посредством революционного разрыва с нынешней правящей системой, системой российского периферийного капитализма, туземного капитализма и президентской монархии, проведением социально-экономической, политической реформы, национализации, выходом России из МВФ и ВТО.